Украл, выпил и не в тюрьму. Он идет с топами самого Виктора Федоровича Януковича. Теперь ему и Александрии нужен будет результат. Почему вы инфантильны, как дети, и ведете себя, как идиоты? Три четверти населения просто положили на страну. Привет, это я, Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось, где бы я ни был. И это мое субъективное мнение, и да, это дисклеймер. На этой неделе главная тема – это выборы матих. Матих, потому что они уже мне порядком надоели. Я устал ждать, когда что-то изменится в этой стране и конкретно в этой маленькой, но гордой области. Об этом поговорим, кроме этого поговорим об удивительном жизненном пути из убийц в главы ОТГ. Поразмышляем, кто где победил. Обсудим день тишины, который растянулся на несколько дней. И, конечно же, расскажем и упомянем про крапивницкий боулинг, где шар – это микроавтобус, а кегли – это люди в маршрутке. Осталось немного дней, когда я смогу официально изменить статус пока еще мэра Александрии Степана Цепика в уже не мэра Александрии. Для этого мне нужно всего лишь решение Центрального избиркома. Пока же я ориентируюсь на экзит-пол и, получив эти результаты, я понял, что эпоха Цепика уходит. Всего хорошего! Чем это чревато для самого Степана Кирилловича – это вопрос интересный. Ожидаемо, что в ближайшее время его будут покидать его же соратники и потихоньку сливать информацию о том, что он делал 20 лет в Александрии. И это явно заинтересует активистов типа Александра Кияшко, который теперь будет иметь больше возможностей притянуть Цепика к ответственности. И спросить, откуда такие дома и машина у пока еще мэра Александрии. Кстати, интересная деталь – за 10 лет это уже второй мэр, который ушел благодаря в том числе мощной информационной политике. Первым был Пузаков в 2010 году, теперь вот Цепюк. Впрочем, поражение Цепика – это даже вызов для Сергея Кузьменко. Теперь ему и Александрии нужен будет результат. Ближайший, я так понимаю, это кинотеатр. Не Потемкинский поддержанный кинотеатр Цепика, а самый настоящий. Но сначала результаты. Подождем официальных данных. Пока что по экзит-полу от социологической группы рейтинг 55 на 37 процентов выигрывает Кузьменко. Я ожидал, что вместе с результатом по Александрии я узнаю, и кто победил в Крапивницком. Но вдруг день тишины растянулся от субботы до понедельника. Я честно уже подумал, что я влип, потому что я же давал прогнозы на победу Райковича в первом туре. И теперь этот прогноз был преждевременный, даже практически неправдивый. Но судя по всему нет, Крапивницкий просто считает тщательно голоса, я так понимаю, ну или перекладывает из топки из одной в другую. Но с другой стороны, почему такая тишина, почему такая скрытность? Единственную информацию я нашел на телеграм-канале CBN Unofficial. Там дают неофициальные данные снова, мол, второго тура в Крапивницком не будет. Потому что победил Райкович, он набрал 52 процента. Но снова ж таки, нет официальных данных. А значит ждем. Центр избиркома обещал почитать все голоса до среды, максимум до пятницы. И еще пару слов о возможных победителях мэра Крапивницкого и Александрии. Я, понятное дело, о Райковиче и Кузьменко. Последние недели на них откопали таки, по мнению оппонентов, компромат. Но, блин, это как-то недолуга получилось. Во-первых, этот компромат появился поздно. А во-вторых, и компромат-то такой странный. Посмотришь на него, послушаешь и подумаешь, и что? И, в общем, соперники не смогли удивить каким-то Уатергейтом. Запись каких-то разговоров, разговоры о кредитах каких-то и тому подобное. Непонятно о чем, чего хотели добиться. Скорее даже наоборот, оппоненты вызвали к себе вопросы. Теперь о явке. Я так понимаю, что почти три четверти населения просто положили на страну. Я не понимаю, как такому числу людей стало вдруг все равно. Почему мне в мои 45 лет не все равно? Почему я пытаюсь что-то изменить, проголосовав? Вы же видели, например, результаты на Востоке. На выборы пришли люди, чьи мозги просто засорены пророссийской пропагандой Медведчуковских, Мураевских телеканалов, Шарикового Ютуба. Я хочу аргументов. Я хочу понять, почему вы, те, кто не пришли на выборы, не пришли на выборы? Почему вы инфантильны, как дети, и ведете себя как идиоты? Я не просто ругаюсь, я устал жить в стране с таким количеством несамостоятельных, необразованных, безгромадных людей. Скринька и президент ставят вопросы. Вы не ответили на них? Ой, да зачем это? Не доверяете? Я знаю, что человечество скоро разойдется отсюда, с этой планеты. Ладно сами вы живете в психологическом говне. Зачем вы других туда втягиваете? Все, минута психологической злобы окончена. Переходим дальше к цинизму. После экзит-пола по Александрии я ждал хоть какой-нибудь информации по Кировоградской области. И, блин, я ее дождался. Лозинский вернулся. Да, тот самый депутат от Бюта, которого за убийство посадили на 15 лет. Он тышком-нышком освободился, снял судимости, как он говорит, баллотировался на голову ОТГ и, блин, он выиграл выборы. Через 5 лет его выпустили из колонии через хворобу. А торгой судимость из Лозинского за решением суду сняли. А конкретно в Подвысоцкой объединенной территориальной громаде. Это же он идет стопами самого Виктора Федоровича Януковича. Что плохого в этом? Ну и возвращение Лозинского. Это прекрасная характеристика тех процессов в нашей стране, которые начались с приходом моего бывшего коллеги Зеленского. Волчья ягодка на этот тухлый политический тортик. И у нас опять времена получаются, когда каждый бандит может стать главой государства. Украл, выпил и не в тюрьму, а в большую или малую политику. Информация появляется по ходу записи моего блога. И вот на типичной Александрии, это такой паблик в Фейсбуке, публиковали список тех партий, которые вроде как проходят в Александрийский горсовет. В Александрийском горсовете, я напомню, там всего лишь 38 депутатов и почти столько же партий получилось. Я перечислю. ОПЗЖ, Слуга народа, Европейская солидарность, пропозиция, Батькевщина. Пальца уже не хватает. Сила и честь, радикальная партия Ляшка. Вот интересно, сколько от какой партии зайдет туда депутатов. И теперь опять же будет интересно смотреть сессии Александрийского горсовета, потому что там будет и Кияшко, и Делиев, и ОПЗЖ. Это же круто, это же реалити-шоу. А пока для победителей в Александрии звучит тематическая городская песня. Оказывается, не только в Кропивницком есть песни о своем городе, есть и в Александрии. Ты моя надея, моя мрія, Місто чарівне Олександрія. Ви таке не чули? Нет. Я не знаю, як тебе кохаю, В моем сердце ти живеш без краю. Є Олександрія Африканска, Що над морем висне, як на мисто. Только ей никогда не сравнивать с моим милым украинским містом. Тут живуть мої хороші друзі, И найкращі в сіті тут дівчата. Ингулец гайдає в синей тузі, Першого кохання Бога свята, По зеркальному виблизькам асфальту. Йдуть веселі гірніки на пшахту, А в музичній школі з вікон-класу, Йються звуки весняного вальсу. Ты моя надія, моя мрія, Місто чарівне Олександрія. Я не знаю, як тебе кохаю, В моєм сердце ти живеш без краю. В Крапивницьком во время выборов Проходил марафон про выборы На базі Центрального украинського бюро новостей. Приходили политики, Рассказывали о всяких нарушениях, Вариантах этих. Ну, я сидел і улыбався, Потому що нарушення, говоря, те, Которі сами в прошлом були Замечені в цих нарушеннях. Гайдаль какой-то! Ну і як раз вакурат перед выборами СБУ накрыл сеть скупщиків голосов. Значить, зараз тенденція була така. Хотели скупить 65 голосов По 500 гривен каждый. Причем это не только в Крапивницьком, Это по всей стране такое было. Так вот, какая политсила Предлагала 500 гривен за голос? Я нашел в интернете. Но если уж СБУ не называют ее напрямую, То и я не назову. Поиграю в этот секрет Полишенеля. Теперь о маршрутках. Это видео я бы прокручивал Нашим чиновникам с посылом Такие маршрутки опасны. Это видео я бы прокручивал Владельцам самих маршруток с посылом Эти маршрутки опасны. И это же видео я прокручивал бы Пассажирам маршруток С посылом Эти маршрутки опасны. Посмотрите, пожалуйста, Что маршрутка от удара Не устояла, а перевернулась. Вот такая конструкция Этих, как их там называют Дельфины Чем они напоминают Этих высокоинтеллектуальных Животных. Я сейчас, конечно, К Андрею Рыковичу обращаюсь. Если вы уж выиграли выборы, То, пожалуйста, постарайтесь, Чтобы в ближайшие пять лет Эти маршрутки просто исчезли С улиц Кропивницкого. Пока эти маршрутки Напоминают игру в боулинг. Но действительно, Микроавтобус был как шар, А в Гегле это люди в маршрутке. Бросок и страйк. Я ехал небистрый пасажир, Так говорят, небистрый. Я сам не могу вспомнить, Как я поехал и не побачив его. Вот тут уже был удар, Это я проехал, И машина так наклонилась, Медленно завісла. Ну хорошо, что не сразу переносла. Завісла, повисела и легла на мох. Пасажири люк открыли, Помогали мужчине, Помогали я помогал, Эвакуировали. Помогли, так все сами вийшли. Одна пожила жінка, То ей помогли вылезти из машины. Ну и коронавирус. Все хуже ситуация в Кировоградской области. Тут виноваты все. И наш мозг, Который нифига не сделал за полгода, Для того, чтобы подготовиться К второй, не второй волне пандемии. И власть виновата. Привет, например, Почти бывшему мэру Александрии, Который рапортовал о готовности Ковиду еще весной. Полицию мне тут домой присылал. С доказательствами, мол, я вру. Нет. Александрия-то, как и все города в принципе в Украине, Не очень-то готова к пандемии. Да и сами граждане у нас довольно инфантильные. Или вот посмотрите на уровень наших больниц. Это фотография блогера Антона Гуры. Он показал, чем кормят в Голованевской больнице. Это суп. Хотя я бы назвал это просто окрашенной водой. Так вот, каждый день на Кировоградщине Почти сотня заболевших. И это только официально. У нас не такая большая область. Пошесть очень быстро распространяется. Поэтому берегите себя. Носите маски не на подбородке, А нормально, закрывая и рот, и нос. Мойте руки. Соблюдайте дистанцию. Будьте осторожны. Не заражайте других. И не заражайтесь сами. Будьте умнее. И на этом все. Комментируйте, лайкайте. Ждите результата выборов. Ну и помните, все изменяется на краще. Во всяком случае для Александрии. Пока. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok